Всем привет! Меня зовут Никита, и я представляю команду Wildstone. Сегодня мы расскажем вам про наш проект ClickFace, который мы делали и на этом хокатоне. Это первый проект, такой битусишный, фановый, который мы делали. И когда мы думали о нем, мы решили, во что вообще пользователи залипают, при том, что у нас нет никаких денег на контент, на какие-то интересные сложные штуки. И тут нам пришли мемы. И поэтому мы сделали бесконечную ленту мемов с бесконечной персонализацией. То есть пользователи будут постоянно показывать мемы, которые им нравятся. Механика похожа на Tinder, то есть человек, когда смотрит мем, он пролистывает либо влево, либо вправо, тем самым показывая, какой мем ему нравится или не нравится. Что можно здесь делать еще? Так как мы все-таки здесь про компьютерное зрение и машинное обучение, можно загрузить свою фотографию и вставить ее в мем. К сожалению, там очень плохое освещение, где сейчас находится человек, который не ассистирует, поэтому он загрузит другую фотографию. Но вы потом сможете загрузить наше приложение и сделать это сами. Так? Отлично. Наш сервер ответил. Вот, фотография вставилась. Снизу есть лента, которую можно полистать и посмотреть, как будет смотреться это лицо на других мемах. Что еще у нас можно сделать? Еще у нас можно, например, добавить текст на мем. Добавить текст на мем, Леша. Отлично. Потом можно поделиться этим мемом. И также... Так, сейчас происходит процесс обмена мемами. Отлично. Вернись, пожалуйста, обратно. Сделано, пожалуйста, стикер из мема. Сейчас вот происходит магия и... Леша. Create стикер. Отлично. Стикеры мы еще до конца не оплатили, поэтому фон у них будет, к сожалению, черный, а не прозрачный. Но сейчас вы увидите, как работает сеточка сегментации, которую мы завели буквально за два часа до этой презентации. Вот, также можно обратно поменять мем с лицом. Покажешь, как это выглядит? А, вот я как раз показываю. То есть мы лицо с мема импортируем на фотографию с человеком. Вот, теперь расскажу вообще, что мы делали. И давайте откроем наш прекрасный кердитор. В общем, мы когда узнали об этом хакатоне, мы поняли, что мы будем делать мемы. Единственное, что мы разумно придумали, это то, что нам нужно будет разметить. Вот, поэтому мы взяли человека, который сидел последние две недели, там, время от времени, размечал мемы и заливал их сюда. Вот, и, собственно говоря, на базе вот этой разметки мы делаем всякие крутые штуки. Например, мы персонализируем мемы на базе нее. То есть вот этот вектор получился 60 мем, которым мы ищем. Также, вот сейчас на хакатоне мы обучили 16 же бустов, которые работают на отрезанной голове Дэнснета, которые предсказывают все вот эти метаданные. Можете продемонстрировать себя. Работает оно не очень, потому что это делается в последний момент, но хоть как-то. Время. Все закончилось? Да, время. Окей. Вопросы жюри, уточняющие вопросы. В нашей команде сейчас пять человек. Кстати, ребята, выходите, пожалуйста. И откройте сайт наш. Да, мы еще сайты сделаем там. Да, и, кстати говоря, наше приложение, оно доступно в Story. Вы можете его скачать по развлекаться и по веселиться. Вот. Вот пять человек, собственно говоря. Это Дима, Data Scientist, Вильям, Бэкэндер, Гриша, Data Scientist, это Леша, наш андроид-разработчик, и Калан тоже Бэкэндер. Ну, и Яков Тонкоманда. Мы вообще, говоря командой Allstone достаточно часто в частных хакатонах, в этом составе у нас два новых человека, это Вильям и Гриша. Но с Гришей мы раньше много работали, поэтому это не совсем старый человек, не знакомый человек. Давайте у меня что-нибудь про техники, можете спросить? Это я про него расскажу. Какого чай была сделана? Да, отлично, спасибо. В общем, мы, когда пришли на хакатон, у нас был вот интерфейс для размерки, мы там еще не показали, там можно редактировать зонмарки на лицах, еще какие-то крутые штуки. Вот. И было приложение, которое умеет управлять картинку на сервер. Это все, что у нас было. То есть, если мы это все делали, мы здесь, на хакатоне, то есть у нас была сегментация, мы устанавливали трехмерную модель лица, такой меж с текстурой, потом маппали на другую меж с текстурой уже дистонейшена, рендерили его, там много где переписывали код этих библиотек, которых использовали, чтобы это ускорять. Сейчас она работает где-то порядка двух секунд. Так. Еще у нас, соответственно, сегментационная сетка работает для того, чтобы вырезать стикеры. и вот, собственно говоря, сетка, которая понимает, к какому классу относится разметка. Да, и вообще говоря, мы этим проектом собираемся заниматься дальше, после хакатона, потому что нам он очень понравился. Так что я думаю, что мы что-нибудь еще сделаем. Спасибо. Вашим суперсмертникам, Великобритания.